Здравствуй, Даржо! Рада тебя видеть на твоем канале, где тебя давно не было. Мы с Раджаной заполонили тут пространство в последнее время. Даржо, у нас за последнее время накопилось очень много вопросов к тебе, из комментариев под нашими интервью в ютюбе, в комментариях в фейсбуке и так далее. Поэтому назрела такая необходимость поговорить о каких-то фундаментальных вопросах нашей организации, о нашем видении. Поэтому я хотела бы, чтобы ты, как один из основателей Бурят Монгол РХТН ответил на них сегодня. Здравствуй, Оксана! Рад тебя видеть. Опять же, на нашем, это уже не мой канал, это наш канал, это канал Бурятского национального демократического движения, Бурят Монгол РХТН, который расширяется, который перешел в стадию профессиональной работы, когда у него выходят регулярные передачи. То есть полноценный инструмент в Бурятского народа. Да, я тоже надеюсь, что количество подписчиков будет расти и мы сможем донести наши идеи до большего количества людей. Доржо, давай начнем с вопроса о том, что конкретно будет происходить в Бурятии сразу же после победы Украины, в которой, я думаю, сейчас уже нет никакого сомнения. С самого начала российская агрессия в Украину незаконная не имела никаких шансов и начав полноценную войну Путин подписал приговор как своему режиму, так и будущему своей страны Российской Федерации, а по сути Российской империи. Поэтому, ну понятно, что развязывать полноценную широкомасштабную конвенциальную войну в 21 веке в центре Европы это бесперспективно. То есть никаких шансов на победу не было самой первой минуты. В этом мы ни минуты, ни секунды не сомневались и по сути так получилось, что вообще из всех национальных движений именно наша организация, наше движение Бурятское первым выступило с осуждением, выпустило официальное заявление о незаконности российской агрессии и поддержке Украины, свободной и независимой Украины, суверенного государства. Вот, и что касается будущего Бурятии, ну, у нас есть свое видение. Мы видим, что Бурятия будет, неизбежно станет, как бы кто ни хотел, какие бы люди вам не предлагали какие-то странные проекты, резуректным Российскую Федерацию, ну, это бесперспективно. Ну, с кем вы хотите объединяться? Никто ни с кем уже. Ну, так, Татарстан полноценно взял курс на отделение, Кавказ взял курс на отделение, Башкирия взяла курс на отделение, Якуты взяли курс на отделение. То есть все национальные регионы однозначно заявили, что они полностью борются за свое самоопределение, полное. И в этой приятии народов только у одной нации есть какие-то, ну, так скажем, часть населения, которые в силу разных причин еще могут говорить о федерализации. Ну, они, конечно, имеют право на это, они имеют право так рассуждать, но просто само по себе это уже не бесперспективно, потому что просто элементарно все отделились, а вы через них скакать будете и соединяться в федерацию. Тут что, будьте анклавом? Ну, это же вообще просто смешно. Ну, они предлагают объединить свои силы типа с оппозиции, с российской. То есть мы опять сейчас как дураки должны бегать там, бороться с нашими за новую Россию, и в которой мы опять ничего не получим в очередной раз. Вот такая логика. Я думаю, вы слушали или смотрели видео Максима Кракца, который он вчера опубликовал о так называемых сепаратистских движениях, о распаде России, да, и заметьте, что никаких доводов он не привел, он только манипулирует фактами. Допустим, единственное, что он сказал, что когда Россия распадается, вот вам жить не на что будет, бюджет же у нас из Москвы весь, вы живете на дотации. Простите, а как у нас сформируется бюджет Российской Федерации? Бюджет Российской Федерации формируется посредством природной ренты и налогов. Что налоги, что природная рента у нас откуда идет? Я ни разу не видел, чтобы на Красной площади стояли нефтяные вышки под Кремлевским дворцом съездов, я не видел золотого рудника или там карьера по добыче угля в центре Москвы, да, и не видел, чтобы там колосилась пшеница на Красной площади, ничего этого там нет. Все это, это регионы. Так, за счет чего живет у нас Москва? У нас Москва живет только за счет регионов. Ничего своего у Москвы нет. Все, что есть, принадлежит регионам. Так, ну хорошо. Вот я вчера увидела пост, мне вот заширились скрины, девушка одна вот как раз нагоняла этот страх, что о какой независимости мы в Бурятии можем говорить, типа в нашей ситуации. Руслан пришел и прокомментировал ей что-то, и она ему отвечает, что ну у вас тут в Башкирии есть газ и все прочее, так что вы еще можете о чем-то говорить, но в нашей ситуации мы находимся в гораздо ухудшем положении. Давай мы об этом сейчас поговорим. Какие у нас в Бурятии есть ресурсы? Ну, если говорить о, во-первых, люди в силу некоторых причин думают, что современное государство должно жить за счет так называемой природной ренты, за счет выкапывания угля, нефти, еще что там, золота, да, продажи этого на внешних рынках, то есть это очень примитивное сознание. Цырьевая экономика. Совершенно примитивное сознание. Во-вторых, то есть они не... Ну, видишь, есть такой дискурс, у вас в Бурятии ничего нет, а если ехать на машине по Улан-Удэ и по округе, да, то мы заметим, какие предприятия у нас стоят. Авиазавод, вертолетный завод, приборостроительный, локомотивово-вагонно-ремонтный, судостроительный, который, к сожалению, развалили, да? Мостостроительный. Мостостроительный, да, все это у нас есть. Это такие вещи, которые в других регионах даже, ну, некоторых даже мечтать не могут. Продолжим. Раньше, вот, ну да, у них такой, у нас же ничего нет, откуда мы будем формировать бюджет? Один из основных наполнителей бурятского бюджета в свое время был авиазавод. То есть было достаточно продать пару самолетов, и на налоге от этого практически жила вся Бурятия, да? Ну, то есть было достаточно продать пару самолетов, а их продается много, и, а потом все это переподчинили Москве. То есть деньги вообще, ну, кроме зарплаты вот сотрудникам, все остальные, все куда-то пропало, да? Куда пропало? Карман олигархам московским, кремлевской, ну, путинским дружьям, дружкам. Ну, там он называется, конечно, как-то это корпорация вертолета России, что-то такое, да? Ну, понятно же, что это структуры Чеемизова, там олигархические структуры, да? То есть они просто занимаются расхищением того, что заработали люди, создававшие вот эти продукты, самолеты, вертолеты. Дальше. Допустим, в Бурятии есть с точки зрения энергетики. Ты знаешь, что в Монголии очень низкие тарифы на электричество. И часто Монголия отменяет вообще выплаты, ну, имеется в виду, что выплаты за электричество государство берет на себя. То есть пенсионеры, там, так далее, да, они не платят за электричество. Но единственным поставщиком электричества в Монголию является гусинозерская ГЭС. То есть всего лишь одна гусинозерская ГЭС поставляет электричество на всю Монголию. Но кому принадлежит гусинозерская ГЭС? Это вы будете удивлены. Она личная собственность Сечина, дружка Путина. А мы знаем, какая зарплата у Путина. Несколько миллионов долларов в день. Так, продолжим. Саганурский угольный разрез, карьеру. Составная часть сейчас корпорации Сибур. В бытность, когда я жил еще в Бурятии давно, много лет назад, и интересовался этим вопросом, у меня была некоторая связь с акционерами этого предприятия, тогда еще. Сейчас акций у обычных, акций у народа особо нет. Доход в те еще времена ежегодно Саганурский угольный разрез приносил 2 миллиарда долларов в виде налогов. 2 миллиарда долларов. Так вот, скажите мне, я перечислил не все предприятия в Бурятии, да? И это уже миллиарды. То есть чистыми налогами это просто налоги, да? А если еще прибыли, то есть есть налоги, есть прибыли. Допустим, если предприятие принадлежит Бурятии, и налоги, и прибыли остаются у нас. Заметим, что уголь из Саганура, он продавался в Японию, потом еще в Китае вроде бы, и это один из лучших востребованных углей для металлургии, для антрацитов. Это уголь антрацитов. Это очень хороший уголь для мирового рынка металлургической промышленности. То есть это востребованный товар. Но в данный момент мы говорим только о сырьевом секторе, да? Опять же, нельзя надеяться всю жизнь на сырьевой сектор. Есть вероятность попадания в так называемый сырьевой капкан. Когда люди расслабились, ничего не делают, продают сырье, и развития нет. Так нельзя стараться. Надо продавать уже готовую продукцию. То есть создавать рабочие места, вовлекать больше людей. И промышленность Бурятии для этого существует. Ее надо, конечно же, модернизировать, включать в мировую систему промышленного производства, высокотехнологичного. И для этого, в принципе, есть условия в будущем. О чем я говорю? Допустим, в Китае мы знаем, что Тайвань и Китай это основные места для производства микропроцессоров, чипов и так далее. Но Запад будет выводить производство микропроцессоров из Китая. Следовательно, ему надо будет искать новые места для производства. Все к себе в Америку или в Европу Запад не будет переносить. Во-первых, это дорого. Ну, в основном, конечно, цена. Всегда они ищут развивающиеся рынки. И Бурятия будет развивающимся рынком, развивающейся экономикой. Следовательно, компетенции, которые имеются в Бурятии. Раз у нас есть приборостроительные предприятия, то, следовательно, у нас есть специалисты, инженеры в этой области микроэлектроники. Западные инвестиции, они вложатся в модернизацию. Мы будем включены в мировое производство, потому что из Китая производство будет уходить. Это неизбежно. Если вы следите за мировыми новостями, это понятно, что Запад хочет вывести, потому что Китай ненадежный партнер для Запада. Надо стать надежным партнером. То есть, если мы покажем все признаки того, что мы собираемся строить правовое, демократическое, нормальное государство, то у нас будут все предпосылки к тому, что с нами захотят сотрудничать, вкладывать в нас какие-то инвестиции и вот помогать развивать эти ресурсы. Да, несомненно. Это главное. Это главное. У нас огромные конкурентные преимущества. Мы любим Монголию. Монголия наш союзник, брат. Понимаете, Монголия сейчас идет с сопережающими темпами, вперед, развивается. но Монголия не пережила ту степень индустриализации, которую пережила в свое время Бурятия. То есть, у нас есть начальный стартовый капитал для этого. Я имею в виду стартовый капитал не в смысле денег, а в смысле компетенций, способностей, опыта. И используя вот это, мы можем быть более конкурентоспособны на открытом рынке. даже своими лучшими друзьями, соседями, монголами. Такая дружеская конкуренция, а скорее даже партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. То есть, мы можем свои компетенции предлагать той же Монголии, и им это нужно, им надо развивать. Допустим, в Монголии нету авиастроения, а им нужны специалисты. Если ты не против, я вот сейчас вернусь к этому скрину, с которым со мной поделились. Вот, какие тут возражения у людей. Ах, сейчас, вот, пишет девушка. Однако, самое пугающее в этом моменте, не повернуть левые стволы против своих же новых сограждан. какой-нибудь генерал использует стратегию запугивания, установит авторитарный режим. И мы вообще пойдем по пути Сирии и всех этих страшных стран. И борьба кланов у нас еще может произойти. Вот, что ты можешь сказать по этому поводу? Какие у нас такие генералы могут взять власть? Какие такие генералы в Бурятии могут повернуть стволы и против кого? Это, знаете, создание сущностей, которых нету. Конечно же, после окончания войны будет проблема людей, которые повоевали, получили психологические травмы. Это было везде. Это было в Америке, это было в Советском Союзе России после Афганистана, Чечни, это было везде. Конечно же, они создавали какие-то банды, преступные группировки. Понятно, что с этим надо бороться, с этим будет бороться полиция, психологи. естественно. И скорее, это даже социальное, государство, осознавая эту проблему, этим людям нужно предоставлять реабилитацию. Просто элементарно. То есть заботиться даже о тех, кто побоевал, понятно, они травмированы и придут, психика будет травмирована, многими ими надо будет заниматься. То есть это проблема гуманитарного плана. Я не понимаю, какие там генералы должны повернуть. генералы вброс бывает даже со стороны наших уважаемых соплеменников с других организаций, которые говорят, ну вот же Россия распадется и все начнут там, национализм начнется и начнут кого-то убивать. Я не понимаю, кто кого хочет убивать. До сих пор не убивали и не хотят. То есть у нас получается, мы малые дети и нас Россия так держит всех в таких вот рамках, что мы прям должны побежать с ножичками и кого-то убить, резать дубинкой, что ли. Вы о чем? Откуда вообще такое видение своего собственного народа? Оно действительно у людей существует или им кто-то в голову это вкладывает? Мне интересно. Ну тут такая ситуация, что либо вас используют в темную, либо вы такие странные люди, которые таких элементарных вещей не понимают, либо вы настолько испорчены и специально это вбрасываете. Ну, допустим, Латвия, Литва, Эстония. Они первые отделились от Советского Союза. Кто-то там кого-то пошел убивать? Своих же причем, да. Да, ну удивительно. Откуда такое берется? То есть это либо это специально отрабатывается, либо это просто элементарная глупость. Ну, я думаю, что это просто непонимание ситуации. Может быть, они основываются насчет того, что сейчас криминальная ситуация очень такая печальная в республике, но ведь это же все от низкого экономического уровня жизни. в республике. уважение уважение закона права правопорядка. Обычно буряты не склонны к таким вещам, как перевороты. это это не свойственно нашему народу. Конечно, во всяком народе есть всякие депрессивные элементы уголовного толка, но обычно для бурят это не свойственно. Ну да, именно поэтому они проявляют такую верность вообще режиму сейчас. В том и проблема. что у них черта характера у нас такая. Да, черта характера, что дело в том, что наш народ обезглавлен. То есть во времена коммунистического режима была уничтожена старая элита, так скажем, ну, дореволюционный царств, которая происходила из Монгольской империи. И когда ее не стало, поставили голову Москвы, а традиция уважать власть осталась. Да, такое вот грустное сочетание случилось. Да. Наложилось одно на другое. Доржо, у тебя одно из образований юридическое, правильно я помню? Нет, я учился немного на факультете международных отношений. А, понятно. Ну, то есть это тоже дает. Как студент по обмену. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения закона, на каких основаниях мы будем строить свою независимость? Какова будет правовая основа этого процесса? Для того, чтобы строить независимое государство, никаких правовых специальных ничего такого не надо. Люди думают, что кто-то кому-то разрешает быть независимым государством. Ничего такого нет. Народ захотел, народ живет независимо. Все. Это и есть право народа на самоопределение. Право народа на самоопределение бурятской нации было провозглашено несколько раз. То есть бурятский суверенитет провозглашался несколько раз. Во-первых, после падения Российской империи жители Бурятии, бурятская нация поразгласили несколько независимых государств. Бурят-Монгол Улоз, монгольское государство Нейс-ГГена и Ирх-Та-Балгасен Улоз. Это были полноценные независимые государства. Такие государства, как Ирх-Та-Балгасен Улоз и монгольское государство Нейс-ГГена признавалось Японией, Америкой, то есть у них даже дипломатические миссии и отмен был. Следовательно, это суверенные независимые государства бурятского народа. В последующем, во время перестройки Бурят-Монгольс, Бурятская СССР провозгласила вновь свой суверенитет на своей территории в 90-м году, назвавшись Бурятской Республикой, Республикой Бурятия. И как бы прогласила, что бурятский народ является суверенным на данной территории, что это наше государство. Но, но... И мы, в принципе, могли в тот момент выйти спокойно из Советского Союза и вообще отделиться. К сожалению, ситуация в Бурятии была на тот момент ну, знаешь, такое правовая неграмотность. Наши элиты той эпохи, таких как Владимир Ребезжевич Саганов, Потапов, да, я не знаю, чем они руководствовались. В общем, они подписали федеративный договор. Во-первых, они на это не имели права. Потому что провозгласив суверенную Республику Бурятия, по сути, создав независимое государство, по сути, да, де юри, де юри, не де факто, но де юри, они не провели выборы. То есть это является нарушением. и не проведя выборы, то есть они заняли свои посты, они заняли свои посты, главы Республики Бурятия, главы правительства, и так далее. И в этом качестве они полетели в Москву на подписание федеративного договора. То есть у них не было юридического мандата, юридического права подписывать, потому что они были обычными советскими протократами на тот момент, то есть каким образом вы заняли эти посты? Выборов же не было. Государство новое, а почему вы занимаете эти должности? И они подписали федеративный договор. То есть их подпись под федеративным договором ничтожна. То есть она не имеет никакого никакой силы, да? Но с началом вообще вот этого конфликта войны, с началом войны в феврале прошлого года федеративный договор вообще утратил свою силу. Я об этом говорил в своем первом выступлении от 27 февраля, когда от лица нашего движения я записал обращение жителям Бурятии и к мировому сообществу. Я провозгласил, что мы не признаем федеративный договор, мы признаем его утратившим свою силу. То есть Республика Бурятия более не является членом Российской Федерации. Мы независимое государство. Понятно. Вот такие вещи нужно повторять много раз. Много видео еще об этом нужно сделать. Но я бы еще хотел уточнить один момент. Бурятское национально-демократическое движение является правоприемником тех движений бурятского народа, правозащитных, диссидентских, которые когда-то провозгласили суверенитет Республики Бурятии в 1990-м году, также мы имеем непосредственное отношение как преемники к РХТ Балагасангулос и Республике Бурят-Монголия в начале 20-го века, которые были созданы. Потому что в наших рядах состоят прямые потомки этих людей. как бы в чем-то мы являемся законно-представителями действительно всего бурятского народа. в этом ключе мы являемся действительно выразителями воли бурятского народа. Поэтому мы считаем, что мы не признаем более федеративный договор действительно. Понятно. Но есть необходимость провести конгресс, съезд бурятского народа? Да, съезд надо провести. Понятно. Хорошо, я думаю, ты эту тему раскрыл достаточно. Есть еще вопрос, который уже набил оскомину, постоянно повторяется, это про угрозу Китая. Давай уже расставим точки над этим вопросом, потому что почему Китай не будет на нас нападать, забирать наши земли и так далее. Объясни, пожалуйста, людям. Так, ну, тут такое интересное сочетание таких вещей. Ну, почему я про это могу смело говорить? Во-первых, я историк востоковед по первому образованию и немного изучал дипломатию. Ну, не то, чтобы немного, но несколько лет этому посвятил. И поскольку я историк востоковед, то основная наша тема для изучения это, конечно же, взаимоотношения Монгольской империи, в последующем монгольских государств и Российской империи с Китаем и вообще всего мирового сообщества с Китаем. И знаете, Китай он настоящий легист и законник. Китай никогда не нарушает своих подписанных документов, договоров и буря на чем основываются страхи? Что якобы какая-то карта, там кто-то нарисовал шутку. Понимаете, во-первых, надо перевести правильно, что это была за карта, знаменитая картинка, что якобы китайцы в учебнике географии, где-то там до Урала все себе нарисовали. Это карта Юаньской империи, монгольской империи. Не Китайской империи, это карта Юаньской империи. Юаньская империя, имеется в виду Великой Монгольской империи. И император династии Юань, то есть император монгольской династии, в тот момент все это было частью Монголь и это не было частью Китая. То есть это просто фактическая карта того периода времени. Да, того периода, не более того. А насчет того, что Китай нападет, не нападет. Китай до сих пор не напал на Монголию. Уж куда можно было бы напасть и легко все забрать, и что-то до сих пор никто никуда не нападал. Знаете, на флаге Китая есть вот эти звездочки. И это неспроста. Одна большая звезда – это материковый Китай главный. А остальные звездочки – это Тайвань, Гонконг. И они еще интерпретируют, что это Тибет и Синьцзян. А нет там звездочки, которые относятся к Сибири или Бурятии. Сибирь и Бурятия никогда не были частью китайских империй. Никогда в истории. Единственное, на что китайцы претендуют – это Приморье. Это район где-то там… Вот кому стоит напрягаться сейчас. То, что действительно входило в территорию Цинской империи, Минской империи, они на это могут претендовать. И по некоторым договорам часть российских территорий при Амурии, Даурия, так называемая Даурия, то, что написано на бумаге. А дальше они никогда не претендуют. Потому что… Да им незачем. Зачем? Китайцам легче всех коррумпировать. Покупать таким законным способом покупать. До сих пор не на полу. Лежачий. Вот можно сказать, что Россия сейчас – это лежачий. Его можно пинать и брать, что хочешь. Но что-то никто никуда не стремится. Это тема очень широкая, ее можно часами приводить наши аргументы, а против нас аргументов никаких не будет, потому что нету исторических прецедентов со стороны Китая. Смотрите, почему Тибет имеет проблемы, то есть он оккупирован Китаем, потому что по некоторым международным договорам Тибет подписал неравноправные договора с Китаем. И поэтому они имеют эти проблемы. И когда Тибет отделился, также после Цинхайской революции в начале 20 века, Тибет отделился, но Тибет тогда не признали западные страны, и Китай всегда указывает, ну вы же их не признали в тот момент, поэтому мы их забрали обратно. А допустим, Монголию Запад признал, Россия признала, Российская империя я имею в виду, и Америка признала. Поэтому на монгольской территории Китай не претендует, то есть не было неравноправных договоров. А еще почему Китай говорит, что у нас исторический примат над Тибетом? Потому что во время Танской династии, несмотря на то, что Тибетская империя одержала победу над Китаем, над Танским Китаем, хотя Китай в тот момент был в расцвете своих сил, тибетцы одержали победу, но у них было слабо с дипломатией. И они подписали договор, по которому имеется примат во внешней политике у Китая. Китай назван великим дядей, а Тибет назван племянником. В свое время, если мы читаем великую китайскую историю Касима Цианя, еще очень древнего китайского летописца, примерно такой договор Китайская, еще Ханьская империя пыталась подписать с гунами, с хунну, то есть нашими предками. Это было две тысячи лет назад. Но мудрость наших предков заключалась в том, что они распознали зашифрованный текст и порвали этот предложенный китайским посылом договор. Они его порвали и напали на Китай и подписали обратный договор, по которому хунский император был старшим братом. Понимаете? И одержав такую победу, они как бы на века упрочили вот это, что примат гуннского, монгольского, над китайский. То есть мы не можем им быть подчиненными. И они это знают. Китай, горизонт планирования у него столетиями вперед. В отличие от наших российских друзей, я имею в виду путинской власти, я их по образу называю друзьями, в кавычках, у них горизонт планирования одна-две недели, кажется. Горизонт планирования Китая, ну, мудрого Китая, мы не знаем, как сейчас ведет себя КПК. У них в последнее время, в последние полгода я вижу очень много просчетов. Но традиционно мы говорим, что у Китая планирование, горизонт планирования столетия вперед. И вот, несмотря на это, они не могут преодолеть то, что было в прошлом, потому что они опираются на свои вот эти прошлые достижения Китайской империи, пятитысячелетней истории, но в ней записано, что гуннский монгольский император старший брат. И они никогда это не нарушат, потому что если они нарушат это, получается, что они противоречат собственным устоям. Они идут против своей истории. Этого Китай никогда делать не будет. Поэтому все утверждения, что Китай захочет нас подчинить, захватить и так далее, не имеют ничего. не основывается. Очень интересно. Спасибо, Доржо. Я очень много узнала об этом. Действительно, с таким соседом, очень серьезным, и который полностью следует букве закона, беспокоиться совершенно не о чем. И тогда расскажи, о каких границах вообще идет речь, когда мы говорим о новой Бурят-Монголии? О новой Бурят-Монголии мы в данный момент мы можем говорить только о границах республики Бурятия. Хотя, несомненно, Бурят-Монголия была расчленена. от Бурятии были незаконным образом отделены Усть-Ардынский округ, Агинский округ и ряд других территорий, которые просто перешли и к Иркутской области, и в тот момент к Читинской области. Но мы должны следовать долгосрочной программе стратегии по возвращению этих территорий. Не путем конфронтации, а опережающего экономического развития. Мы должны построить общество западно-либерального образца, когда такие проблемы решаются путем просто обычной мирной жизни. Допустим, если вы поедете на границу между Германией и Францией, или между Бельгией, еще Голландией, я имею в виду границы в Европе, столетия шли войны, столетия шли войны, там непонятно, кому принадлежит Лотарингия, еще что-либо, Ильзас, и так далее. Сейчас просто на асфальте нарисована линия, и люди входят туда-сюда. И никаких проблем. Просто когда экономика, люди, когда живут, когда экономика процветает, тогда и проблемы таковой не будет. Я думаю, и проблему их, и они сами вернутся к нам. Сейчас не нужно делать попыток аннулировать эти фейковые референдумы, которые проводились. Да, это несомненно. То есть это юридическое право. Мы несомненно подадим и по-мирному обратимся. Хотите жить в мире и дружбе? Просто спокойно. Если они на это не захотят, ну ладно, мы зато будем лучше развиваться, и вы сами и потом они сами это все организуют и сделают. Понятно. Так, что еще? И последнее, мне кажется, у меня осталось. Я, к сожалению, не помню уже всю цитату блестящую, которая была об этом написана. В общем, суть такая, что мы можем скатиться в Туркменистан. Куда? Туркменистан. А почему мы должны... Это, видимо, опять относится к тому, что мы как бы без руководства прогрессивного русского сообщества возродим какие-то, наверное, не знаю, клановость. Вот это, наверное, к этому же относится, к этой же теме, что мы сейчас возродим всякие отсталые, дремучие свои традиции и, в общем, построим вот такое клановое общество. Наверное, еще раз повторить что-то к этому... Опять же, кто это говорит? Ну, если они говорят такое, то они совершенно не знают историю своего народа. Никогда монголы, буряты никогда не были нечто подобным. Даже во времена Великой Монгольской империи, в отличие от других наций, все думают, вот Чингисхан и потом у него династия, и все там дети, и вот такой жесткий правитель, все слушали, послушались, Ханы были выборными. Все великие ханы выбирались. То есть, сын Чингисхана Угеды стал ханом не потому, что он был сыном хана Чингисхана, а его выбирал Курултай. То есть, на тот момент нельзя было провести всеобщих выборов, поэтому созывался Курултай. когда Курултай собирался, то есть, проходило какое-то время, 4 года вроде бы собирали, то после смерти хана и хана выбирали. и между прочим, в промежутке между ханами обычно правили женщины. Это важный фактор. Это надо знать, что в монгольском обществе всегда было равенство. То есть, и всеобщее голосование, потому что, когда выбирали хана, учитывался женский голос. Скажите, какой еще в тот момент народ выбирал хана, ну, президента, не знаю, царя, короля, императора, и при этом еще и женщины голосовать могли? Я не знаю прецедентов в истории, кроме монгольского государства. Да, это действительно незнание собственной традиции культуры приводит к тому, что люди говорят такие вещи, что на самом деле наши демократические традиции, они куда более древние, чем они. Они куда более древние. Я расскажу одну историю из моей биографии, недавней, здесь, в Финляндии. Один эпизод, это важный эпизод. Я встретил в университете одного курда, и когда этот курд узнал, что я монгол, он подошел ко мне и сказал, Даржо, а вы можете мне написать на монгольском, нашем вертикальном письме, монгол бичик, ну, он сказал монгольском письме, слово яса. Вот то, что мы говорим, яс велико, яс чингисхана, да? Он меня попросил одно слово написать, ясса. Я очень удивился, сказал, ну, хорошо, и я взял его лекционную тетрадь и написал, поскольку я владею монгол бичик, я написал ему слово яса, ясак. И после чего я его спросил, а зачем тебе это, ну, как бы, откуда ты вообще это слово знаешь, яса, да? А он сказал, а знаешь, мы используем это слово. то есть курды, арабы, там, разные такие народы Ближнего, Ближнего Востока, они используют это слово. И я спросил, а что значит в вашем языке? Ну, почему? А он сказал, а это значит законность. То есть, и мы от вас, монголов, переняли вот это понятие законности, верховенство, закона над человеком. не когда там император, хам, султан, не знаю, имам, кто, халиф, да, человеком правил, а у нас, мы от вас, когда вы у нас были, мы переняли то, что закон выше. То есть, законность, то есть, право. А получается, что, если мы строим новое государство, и у нас такие традиции, то мы строим правовое государство. Еще один пример, это важный пример. Когда Чингисхан принял Великую Ясу, это было, ну, раннее такое государство, да, только создали, а до этого жили примерно по принципу военной демократии. И, конечно же, Чингисхан великий лидер, и на одном из своих собраний он в пылу эмоций что-то там сказал, что вот мы должны там каких-то врагов, что-то там с ними сделать, я не помню уже. Но тут стал Верховный Судья Монголии, Монгольской империи, при Чингисхане, да, которого сам Чингисхан назначил. И он сказал, дорогой Чингисхан, мы недавно приняли Великую Ясу, и вы сказали, что закон выше, но в данный момент вы нарушаете. Как-то не очень хорошо. То есть, у нас либо есть у нас закон, либо у нас там примат человека, императора, абсолютная власть, так далее, так далее. И Чингисхан перед Великим Хурултаем признал, что закон выше, он сказал, ой, простите, я же забыл, ну, ладно, хорошо. и то есть отменил свой указ, который нарушал Великую Ясу. Хотя, может быть, он был в чем-то прав, кого-то надо было наказать, каких-то там врагов, так далее, но вот это решение шло в разрез Великой Яси, то есть шло в разрез праву. И Шигиху Тухту, вот, Шигиху Тухту, верховный судья, он ему указал, он сказал, дорогой Чингисхан, вы не можете нарушить этот закон, вы сказали, что закон выше даже хана, и Чингисхан подчинился, следовательно, никакого Туркмена, Баши, или что у нас там, Туркменистана, у нас не получится, у нас в традициях соблюдения законов, и что право выше, нету такой абсолютистской власти, а кто это несет, либо они просто не знают свою историю, либо они с какой-то целью это вводят в заблуждение. Какая-то есть повестка, ну или просто колониальное мышление, все, что бурятское, оно вот такое ретроградное, как будто бы, да, совершенно противоположное тому, что есть на самом деле. Меня тоже недавно рассмешила одна феминистка, которая прибежала в комментариях и говорила, что вот если мы отсоединимся от России, то у нас начнется полная патриархат, там мужики нас бить будут, короче. Ну да, человек как бы не в курсе, насколько у нас культура в этом смысле очень сильно отличается и куда более прогрессивная в этих вопросах. Да. Если про феминистические вещи говорить, да, то восхождение Чингисхана, опять сейчас, я как историк начну, это ведь история любви. Почему Чингисхан стал Чингисхан? Почему все началось, да. Началось со спасения Борте, а это был слом, то есть до этого никогда такого не было, да. Женщины всегда обладали высокими правами, но считалось, что ну как бы за женщину не воюем, там так далее, тогда украли жену, там, ну ты другую найдешь, да. А Чингисхан сказал, нет, я ее люблю. И он пошел за нее воевать. И шаг за шагом, конечно, в тот момент, буквально там прошло несколько месяцев, он спас Борте, потом, но так сложился Чингисхан. И самыми близкими советниками Чингисхана во все времена были его мать Ойлун и жена Борте. Не было бы Борте и Ойлун, не было бы Чингисхана. Это надо знать. Ну, мы монголы, мы это знаем. Это в нашей крови и кто утверждает обратное, просто либо он вводит заблуждение целенаправленно, либо он просто не знает свою историю, к сожалению. Надо изучать свою историю. Но в то же время очень важно, чтобы история не стала грузом и не тянула нас вниз. То, что происходит в современной России. Вот история России это как такой груз там кудовый на железной цепи и тянет их на дно. А история должна быть трамплином, лестницей. Так там и, честно говоря, и нету аутентичных этих скреп. Это все эти скрепы, это же все какая-то искусственная история. Они живут на мифах. Они живут на мифах. Нет, у самой России и Руси так прекрасная история. Просто надо знать ее. Но я к тому, что вот день единения и любви это же вообще какой-то бред. Там какая-то вообще насильственная страшная история на самом деле в основе лежит. А вот они придумали вот такой искусственный праздник. Но день 9 мая это тоже миф. Почему? Потому что во всем мире он 8 мая. А именно в Советском Союзе и в России придумали, что 9 мая. А что вы празднуете? 9 мая ничего не было. Было 8 мая. Подписали капитуляцию Германии 8 мая. Почему вы празднуете 9 мая? То есть это же чушь полная. 8 мая во всем мире 8 мая победили Германию. Подписали капитуляцию. А советские утверждают, что 9 мая. То есть у вас вся история ложь. Да. То есть если русским людям придется реконструировать по крохам свою историю, восстанавливать свои ценности, вообще заново их переизобретать и так далее, то нам есть что восстановить. Есть на чем строить нашу основу. И это прекрасно. даже большое спасибо. Был такой интересный разговор. Я сама получила большое удовольствие. Я обязательно в ближайшее время соберу новый список вопросов и мы еще продолжим, если ты не против. Да, спасибо. Спасибо тебе большое. Отлично. До новых встреч. .